Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Загадки естествознания». Мы с вами познакомились в предыдущих передачах с законами микромира, а сегодня начнем изучать законы, которым подчиняются мегамир. Начнем изучать нашу Солнечную систему. Согласно современным представлениям, Солнечная система сформировалась приблизительно 5 миллиардов лет назад в результате сжатия газопылевого облака. В центре Солнечной системы расположено Солнце. Но это типичная одиночная звезда радиусом около 700 тысяч километров и массой 2 на 10 в 30 степени килограмм. Температура видимой поверхности Солнца, фотосферы, составляет около 5800 градусов Кельвина. Солнце – это обычная звезда, которая светит самостоятельно за счет высокой температуры поверхности. Планеты же светят отраженным солнечным светом Альбедо, поскольку сами довольно холодны. Древнегреческие астрономы считали Солнце безупречным, идеальным огненным шаром, который не имел никаких изъянов. Солнце – это центральное тело Солнечной системы. И почти вся масса Солнечной системы, более 99% сосредоточена в Солнце. Оно удерживает своим тяготением планеты и прочие принадлежащие Солнечной системе тела. Размером Солнце во много раз превосходит любую планету своей системы. Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении. Самой большой угловой скоростью обладает Меркурий. Он успевает совершить полный оборот вокруг Солнца всего за 88 земных суток. Орбитальный период самой удаленной планеты – Нептуна – составляет 165 лет. Большая часть планет вращается вокруг своей оси в ту же сторону, что и обращаются вокруг Солнца. Исключение составляют Венера и Уран. Причем Уран вращается практически лёжа на боку. В первые сотни миллионов лет в истории Солнечной системы основным фактором формирования планет и спутников была астероидная и кометная бомбардировка. Чем и было обусловлено лежачее положение Урана. Вероятно, это является результатом столкновения с достаточно крупным телом. В этот период на планетах земного типа формировалась первичная кора. Итак, Солнце – это типичная одиночная звезда. Внутри Солнца температура, плотность и давление увеличиваются с глубиной и достигают в центре, соответственно, 16 миллионов Кельвина, 160 грамм на сантиметр кубический и 3,5 на 10 в 11 степени бар. То есть давление воздуха в комнате – это один бар примерно для сравнения. Солнце – это фабрика по переработке водорода в гелий. Под влиянием высокой температуры в ядре Солнца водород превращается в гелий с выделением большого количества тепла. Что и способствует тому, что удерживается Солнце от сжатия под действием собственной силы тяжести. С такой интенсивностью Солнце излучает уже 4,6 миллиарда лет, переработав за это время около 4% своего водорода в гелий и при этом 0,03% массы Солнца превратилась в энергию. Такой же возраст у Солнца, наверное, по человеческим меркам 30-40 лет. Модели эволюции звезд указывают, что Солнце сейчас находится в середине своей жизни. В составе Солнца преобладает водород. На втором месте – гелий. Гелиус по-гречески – Солнце. Дело в том, что он был открыт спектрографически на Солнце. Сначала на Солнце, а далее уже на Земле. Гелий представляет из себя инертный газ, поэтому он плохо вступает в реакции, и в оптическом спектре Солнца он виден всего лишь одной линией. Каков же состав солнечного вещества? Примерно такой на 1 миллион атомов водорода приходится По массе Солнца примерно на 71% состоит из водорода и на 28% из гелия. Существует серьезное отличие между атмосферами планет и Солнца. Дело в том, что движение газов на Солнце контролируется его мощным магнитным полем. Солнечные пятна – это области поверхности светила, где вертикальное магнитное поле настолько велико, что препятствует горизонтальному движению газа и тем самым подавляет конвекцию. В результате температура в этой области опускается примерно на 1000 кельвин, и возникает темная центральная часть пятна – тень, окруженная более горячей переходной областью – полутенью. Размер такого обычного солнечного пятнышка больше диаметра Земли. В Солнце живет такое пятно несколько недель. Количество пятен на Солнце то увеличивается, то уменьшается с продолжительностью цикла от 7 до 17 лет. Обычно чем больше пятен появляется в цикле, тем короче сам цикл. В средние века европейцы о солнечных пятнах предпочитали вообще не думать. Они считали, что пятна эти могут быть либо парами, проходящими между Землей и Солнцем, либо планетами. Было немало попыток найти связь между циклами солнечных пятен и климатом на Земле. С 1645 года в течение 70 лет на Солнце почти не было пятен, и в то же время Земля пережила малый ледниковый период. Однако, возможно, это простое совпадение. Но все-таки солнечная активность воздействует на живые организмы. 11 и 22-летние циклы обнаружены и в изменении ширины древесных колец. Образующихся в течение десятков и сотен лет. Солнечные вспышки – это мощные выбросы энергии и частиц. Продолжительность может достигать вспышек до двух часов. Появившийся из-за солнечной вспышки поток фотонов достигает Земли со скоростью света примерно за 8 минут. А вот поток электронов и протонов – за несколько суток. Солнечные вспышки происходят в местах резкого изменения направления магнитного поля. Это изменение вызвано движением вещества в солнечных пятнах. Максимум вспышечной активности Солнца обычно наступает за год до максимума пятнообразовательного цикла. Заряженные частицы, можно сказать, шквал заряженных частиц, рожденных мощной солнечной вспышкой, обладают такой силой, что могут повредить наземные средства связи и энергетические сети. Из плазменной короны Солнца происходит постоянный отток заряженных частиц, называемых солнечным ветром. В солнечном ветре, как правило, выделяют несколько потоков. Высокоскоростной поток, скорость более 600 км в секунду, низкоскоростной поток и нестационарные потоки от солнечных вспышек. Если посмотреть на резонгеновские изображения Солнца, то они показывают, что в короне регулярно образуются огромные дыры, то есть области пониженной плотности. Поток солнечного ветра взаимодействует с магнитосферами планет, хвостами комет и заметно влияет и на их форму, и на происходящие в них процессы. Мы с вами говорили в нашей предыдущей передаче, что, например, квант, частица элементарная может принимать только какой-то квант энергии. Так вот, вам пример, что в Солнечной системе любая частица может влиять на объекты Солнечной системы. Посмотрите, влияют на форму комет, на форму хвоста комет и на процессы, происходящие на этих объектах. Под напором солнечного ветра в межзвездной среде вокруг Солнца образовалась гелиосфера. На ее границе гелиопаузы должна существовать ударная волна, в которой солнечный ветер и межзвездный газ сталкиваются и уплотняются. Сказывается влияние друг на друга давлений. А сейчас в эфире рубрика Евгения Гладкова «Занимательная астрономия». Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим с вами, существуют ли различия химического состава в Солнечной системе. На самом деле в Солнечной системе наблюдается сильное различие химического состава. Близкие к Солнцу планеты и спутники состоят из тугоплавких материалов, а в составе далеких тел много летучих элементов. О чем нам это говорит? О том, что в эпоху формирования Солнечной системы существовал большой градиент температуры. И вот согласно современным астрофизическим моделям химической конденсации, они нам говорят следующее. Возможно, исходный химический состав протопланетного облака был близок к составу межзвездной среды и Солнца. По массе он составлял до 75% водорода и до 25% келия. Имели менее 1% всех прочих элементов. Конечно, мы видим, что существовали определенные вариации химического состава в Солнечной системе. Вещества, из которых сложены тела в Солнечной системе, можно разделить на несколько групп. Горные породы, которые состоят из различных минералов, которые нам уже известны на Земле. И вот здесь основными минералообразующими элементами во всех случаях является железо, алюминий, кремний, магний, титан в окисленном состоянии. То есть получается значительное включение кислорода в химические соединения. И вот условно эту группу называют земным веществом. И вот как раз земное вещество образует планеты земного типа, астероиды и ряд отдельных спутников, например, Луну. Углерод, азот, кислород, водород, которые, например, входят в некоторые химические соединения, они составляют распространенную группу так называемых планетных летучих веществ. И вот в виде газа эти элементы образуют атмосферы некоторых планет, либо крупных спутников. Летучие компоненты вещества, например, Солнечной системы, могут существовать и при низких температурах, и встречаться в твердом состоянии, например, в виде льда. И эту группу называют условно льдами. Вот значительная часть спутников, которые спутники планет-гигантов, состоят в основном из-за льдов с некоторой примесью земного вещества. Ну и, наконец, такие газы, как гелий, водород, именно их, мы можем, особенно часто они встречаются на Солнце, имеются небольшие примеси неона, аргона и некоторых других элементов. Вот они относятся к группе Солнечного вещества. Кстати говоря, немецкие ученые считают, что метеориты и астероиды, которые присутствуют в Солнечной системе, возможно, являются источниками драгоценных металлов, которые находятся на Земле. Например, часть металлов платиновой группы, а также золото, согласно этой теории, были занесены на нашу планету из космоса. Причем далеко не на самом раннем периоде ее существования. Около 4 миллиардов лет назад молодая Земля находилась в режиме космических бомбардировок. И вот для того, чтобы на Землю был занесен присутствующий сегодня объем некоторых драгоценных металлов, но в частности платиновой группы и золота, считается, что понадобилось около 160 металлических астероидов. Причем, если говорить средний диаметр, то он должен где-то составлять был 20 километров каждый. Ну, это, конечно же, теория, но тем не менее, геологический анализ различных благородных металлов показывает, что все они появились на нашей планете примерно в одно и то же время. С большей долей вероятности можно говорить о том, что платина и иридий, например, мы можем присутствовать не только на Земле, но и также могут встречаться на Луне и Марсе. И, конечно же, с учетом того, что драгоценные металлы распространены на Земле примерно, ну, большей частью, с одинаковой плотностью, можно говорить, что, конечно же, они появились из мира. Ну, и вот если говорить о ряде исследований, то некоторые геологи утверждают, что и Луна в свое время также подверглась бомбардировке так называемыми драгоценными метеоритами, то есть те метеориты, которые содержали драгоценный металл. Подавляющее большинство метеоритов, которые принесли на Землю драгоценные металлы, считают, что это железные или каменно-железные метеориты, находившиеся в астероидном поясе между Меркурием и Венером. Конечно, возможно, и на других планетах Солнечной системы тоже есть драгоценные металлы, но все-таки, наверное, их количество и соотношение отличаются от Земли. Ну, и вот так как нашу планету, где-то около 4 миллиардов лет назад, бомбили преимущественно андриты, это древнейшие метеориты из внутреннего круга Солнечных систем, то вот они как раз и представляли каменно-железные обломки более крупных объектов. Ну что же, мы с вами узнали, что возможно... Ну, во-первых, мы с вами узнали то, что количество химических веществ, которые встречаются в Солнечной системе, весьма велико. И, во-вторых, есть такая версия, согласно которой появление драгоценных металлов на Земле мы тоже обязываем, в том числе оно как раз неземное. А в следующий раз мы с вами поговорим о парниковом эффекте, который, в принципе, сейчас составляет определенные проблемы и для нашей планеты, так как благодаря нему и повышению концентрации углекислого газа на Земле растет температура. Так вот, мы с вами обсудим, какую роль все-таки парниковый эффект играет на Земле и к чему он может вести, и какую роль он сыграл на Венере. И, кроме того, мы также с вами поговорим о возможности жизни на Венере. Поговорим, возможно ли при тех температурных условиях и той составе атмосферы вообще существования какой-либо жизни на этой планете. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. А теперь, дорогие телезрители, давайте посетим Меркурий, самую близкую к Солнцу планету. Из-за близости к Солнцу и малых видимых размеров Меркурий долго оставался малоизученным. Сейчас известно, что один год на Меркурии почти в четыре раза короче земного года и длится 88 суток. За это время планета совершает всего полтора оборота вокруг своей оси. По этой причине звездные сутки длятся очень долго – 59 земных суток. Получается, один день на Меркурии длится дольше целого земного месяца. По сравнению с другими планетами, Меркурий носится вокруг Солнца, как угорелый. Меркурий похож на Луну. Правда, по размерам несколько больше Луны, но при весьма близком внешнем сходстве, а сходство между Луной и Меркурием в том, что сильно кратерированная поверхность, есть лавовые поля, должно существовать и принципиальное отличие в тех глобальных процессах, которые происходят, так как Меркурий отличается от Луны огромным ядром. Раньше считали, что Меркурий обращен к Солнцу всего одной стороной. Как оказалось, что Меркурий все-таки медленно, но вращается вокруг своей оси. Поверхность Меркурия покрыта тысячами кратеров, которые образовались от столкновений с метеоритами. Кроме того, на поверхности есть скалы, которые образовались, когда молодое ядро Меркурия остывало и сжималось, стягивая кору планеты. Ряд признаков говорит о возможности существования у Меркурия атмосферы. Итак, в отличие от Луны, у Меркурия есть атмосфера, состоящая из атомов, выбиваемых солнечным ветром из его же поверхности. Правда, атмосфера очень разряженная, и ее плотность в 330 раз меньше плотности земной атмосферы. Меркурий не может удержать около себя плотную газовую оболочку, потому что сила притяжения на нем слишком маленькая. Жара на дневной поверхности, повернутой к Солнцу, на той стороне Меркурия, невозможная – 400 градусов. Это связано с тем, что дневное полушарие Меркурия сильно накаляется, так как планета находится очень близко к Солнцу. Если бы представить, что на Меркурии были горы из свинца и цинка, то днем они превращались бы в моря расплавленного металла. Но на Меркурии не всегда жарко. На ночной, неосвещенной стороне планеты царит лютый холод – минус 100 градусов. Связано это с очень слабой атмосферой, которая не способна сохранять тепло ночью. Иногда температура ее поверхности может опуститься до минус 180 градусов. У Меркурия нет спутников. Не обнаружено на нем и признаков какой-либо жизни. А сейчас в эфире рубрика «Это интересно». Что такое криовулканизм? Такой термин иногда используется для обозначения вулканической активности спутника Нептуна – Тритона. Это вулканизм при низких температурах. Ну, само слово «крио» говорит. Внешние проявления криовулканизма загадочны. Ну, представьте себе, из поверхности, которая покрыта замерзшим азотом и имеющей температуру всего лишь 38 Кельвина, выбивается гейзер высотой около 8 километров при толщине столба выброса от 20 метров до 2 километров. На снимках, сделанных космическим аппаратом Voyager 2 в 1989 году, были зафиксированы два действующих извержения. Выбросы развеивались ветром с востока на запад на значительное расстояние – более 100 километров. И, осаждаясь, на поверхности оставляли следы в виде протяженных темных полос шлейфов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.